Танец теней. Введение в лунные затмения. Лунные затмения происходят, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на лунную поверхность. Это преображает лунное сияние в оттенки красного и оранжевого, создавая динамичную игру небесных тел. В отличие от солнечных затмений, лунные затмения видны с гораздо большей территории, что делает их исключительной возможностью для совместного наблюдения. 18 сентября 2024 года. Небесное свидание. Частичное лунное затмение начнется с полутеневой фазы, едва заметного уменьшения яркости Луны. Само частичное затмение начнется, когда тень Земли начнет наползать на Луну. По мере продвижения тени, Луна будет менять цвет, переходя в оттенки красного, оранжевого и коричневого. Максимальное затмение, когда тень Земли покрывает наибольшую часть Луны, будет самой визуально впечатляющей фазой. Наконец, частичное затмение завершится, а затем закончится и полутеневая фаза. Когда тень Земли отступит, Луна вернется к своей привычной яркости. На просторах России видимость и лучшие места для наблюдения. Частичное лунное затмение будет видно на значительной части России. В целом, чем восточнее в России, тем лучше видимость, причем оптимальные условия будут в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Хорошая видимость будет в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Загородные районы, вдали от городских огней, обеспечивают наилучшие условия для наблюдения благодаря меньшему световому загрязнению. Высокие точки обзора, такие как холмы или крыши, могут обеспечить отличный обзор. Для оптимального наблюдения необходимо проверить местные прогнозы погоды, прежде чем отправляться на улицу. Механика частичного лунного затмения. Космический балет. Частичное лунное затмение возникает в результате выравнивания Солнца, Земли и Луны. Когда Луна вращается вокруг Земли, она иногда проходит через тень Земли, состоящую из тени и полутени. Во время частичного лунного затмения, часть Луны входит в тень Земли, что вызывает заметное потемнение. Степень потемнения зависит от того, какая часть Луны входит в тень. Красноватый или оранжевый оттенок, который мы наблюдаем, обусловлен преломлением и рассеянием солнечного света атмосферой Земли. Это явление похоже на то, что создает красные закаты и рассветы на Земле. Изменчивость этих условий делает каждое лунное затмение уникальным событием. Раздел пятый. За пределами тени. Научное значение лунных затмений. Лунные затмения имеют значительную научную ценность, служа важными инструментами для астрономических открытий. Древние астрономы использовали их для определения относительных размеров и расстояний Земли и Луны. Во время лунного затмения ученые могут изучать атмосферу Земли, анализируя, как она фильтрует и преломляет солнечный свет, падающий на Луну. Эти данные позволяют отслеживать изменения в атмосфере и изучать последствия таких событий, как извержение вулканов. Лунные затмения также предоставляют возможность изучать температуру поверхности Луны. Эта информация имеет решающее значение для понимания геологической истории и формирования Луны. Раздел шестой. Взгляд в прошлое. Исторические и культурные представления о затмениях. На протяжении всей истории лунные затмения вызывали широкий спектр эмоций и толкований в разных культурах. Эти небесные явления не только привлекали внимание, но и вызывали трепет и страх. Во многих древних цивилизациях они рассматривались как зловещие предзнаменования, часто связанные с мифами о небесных драконах или демонах, пожирающих Луну. Эти мифы были попыткой объяснить необъяснимое, придавая затмениям мистический смысл. Некоторые культуры рассматривали их как времена потрясений и перемен, что побуждало к проведению ритуалов для восстановления равновесия. Эти ритуалы могли включать в себя молитвы, жертвоприношения и другие обряды, направленные на умиротворение богов. Однако не все культуры воспринимали лунные затмения со страхом. Некоторые видели в них возможность для самоанализа или празднования. В таких обществах затмения могли быть временем для размышлений и духовного роста. Народ Хупа из Северной Калифорнии считал лунные затмения временем, когда Луна исцеляется своими женами. Это убеждение отражает глубокую связь между природными явлениями и культурными традициями. Изучение исторических свидетельств дает ценное представление об эволюции человеческого понимания Вселенной. Эти документы показывают, как менялись наши взгляды на космос и наше место в нем. Эти точки зрения добавляют богатый пласт смысла к опыту наблюдения лунного затмения. Современные наблюдатели могут черпать вдохновение из прошлого, осознавая, что они являются частью долгой традиции восхищения и изучения небесных явлений. Раздел 7. Наблюдение за затмением. Советы и рекомендации для незабываемых впечатлений. Подготовка к наблюдению за затмением может быть столь же увлекательной, как и само событие. Наблюдать лунное затмение просто и доступно, не требуется никакого специального оборудования. Достаточно выйти на улицу и найти удобное место для наблюдения. Для оптимального наблюдения крайне важно найти место с минимальным световым загрязнением. Это может быть сельская местность или удаленный парк, где городские огни не мешают. В отличие от солнечных затмений, за лунными затмениями безопасно наблюдать невооруженным глазом. Это делает их доступными для всех возрастов, включая детей. Бинокль или небольшой телескоп могут улучшить впечатление. Они позволят вам увидеть детали, которые не видны невооруженным глазом, такие как кратеры на Луне. Удобный стул или плед могут сделать наблюдение более приятным. Подготовьте горячие напитки и закуски, чтобы сделать вечер еще более уютным. Фотографирование лунного затмения может быть полезным занятием. Цифровая зеркальная камера с телеобъективом и штативом обеспечит лучшие результаты. Не забудьте настроить камеру на длительную выдержку для захвата всех деталей. Вступление в местный астрономический клуб или посещение публичного мероприятия по наблюдению за затмением может добавить социальный аспект к этому событию. Это отличная возможность встретить единомышленников и обменяться опытом. Раздел 8. Затмение в цифровую эпоху. Фотография и онлайн ресурсы. Цифровая эпоха коренным образом изменила то, как мы воспринимаем и документируем небесные явления, такие как лунные затмения. Теперь каждый может стать астрономом-любителем, используя доступные технологии. Камеры смартфонов и программы для редактирования фотографий позволяют легко снимать и делиться потрясающими изображениями. Даже без профессионального оборудования можно получить качественные снимки. Онлайн-платформы, такие как социальные сети, объединяют людей по всему миру через общий опыт познания космоса. Люди могут делиться своими наблюдениями и впечатлениями в реальном времени. Многочисленные веб-сайты и приложения предлагают подробную информацию о предстоящих затмениях, включая точное время и карты видимости. Это позволяет планировать наблюдения заранее. Платформы потокового вещания, такие как YouTube и Facebook, часто проводят прямые трансляции лунных затмений. Это дает возможность наблюдать за явлением даже тем, кто не может выйти на улицу. Интернет предоставляет множество ресурсов для изучения лунных затмений, от основных объяснений до углубленных научных статей. Каждый может найти информацию по своему уровню интереса и знаний. Раздел 9. Вдохновляя следующее поколение. Образовательная ценность астрономических событий. Лунные затмения предлагают бесценные образовательные возможности для людей всех возрастов. Школы могут использовать лунные затмения в качестве учебных пособий, организуя мероприятия по наблюдению и включая науку о затмениях в свои учебные программы. Непосредственное наблюдение лунного затмения может способствовать развитию чувства удивления и любопытства к миру природы. Лунные затмения могут служить отправной точкой для обсуждения более широких научных концепций. Способствуя развитию интереса к науке и астрономии, мы можем вдохновить следующее поколение ученых, инженеров и исследователей. Раздел 10. Вселенная манит, заключительная мысль. Частичное лунное затмение 18 сентября 2024 года предлагает редкую возможность соприкоснуться с космосом. Это событие напоминает нам о нашем месте в огромном космическом Гобелине и о нашем стремлении понять его тайны. Наблюдение лунного затмения может быть одновременно и смиряющим, и вдохновляющим, пробуждая чувство удивления и благоговения. Отметьте в своих календарях, найдите темное место под открытым небом и приготовьтесь быть очарованными небесным танцем частичного лунного затмения.